Всем привет! В прошлом видео я говорил о том, что в следующем видео я расскажу, как и где лучше фармить валюту, то есть серебро. Я начну с более-менее безвестных способов, до, возможно, тех, которых мало кто знает. Первый способ, самый очевидный, это проходить квесты. За квесты дают в среднем, к сожалению, вроде нельзя посмотреть пройденные, но в среднем дают около 100 серебра за пройденный квест. Но иногда их проходить довольно-таки долго, поэтому есть второй способ. Это кошмары. За кошмары дают уже в среднем 100 серебра за одну миссию, а их там получается 3 в одном кошмаре, ну условно. Так, я нашел, где кошмары, это находится в сторе, ну в плане пройденные. За кошмары дают вот за 3 звездочки, дают получается 100 серебра, плюс еще 15 за прохождение. Кошмары найти легко. Они отмечаются на карте вот такими значками, сейчас я найду их. Вот такими значками. В А секторе они самые слабые, потом идет З сектор и Ф. В принципе, если у вас рейтинг персонажей там условно 4000, то большинство этих квестов пройти очень легко, точнее кошмаров. Поэтому лучше пройдите их, заработаете довольно-таки много серебра. Также еще немного о квестах. Некоторые квесты не находятся в вкладке квесты, их нужно искать вручную, к сожалению. Поэтому, если вы уже все прошли, рекомендую либо загуглить, либо просто побегать по карте, посмотреть, может где-то вы что-то пропустили. Следующий способ находится на втором этаже в штабе героев. Здесь можно формить не только серебро, но и кредиты, материалы для чипов и так далее. На самом деле, для этого режима нужен неплохой отряд, но все равно об этом полезно знать. Следующий способ находится рядом. Он еще более сложный, но не менее полезный. Он почему-то перестал работать. Странно это выглядит, конечно. Но здесь за разные активности вам тоже также будет даваться серебро. Также я крайне рекомендую пройти коллектаблсы, то есть мистери токены и вот эти билетики в основном. Ну, их собирать может показаться довольно-таки долго, но на самом деле это займет, ну, не больше 10 минут, если делать все по видео. Также можно фото пособирать и вот эти вот штучки, которые фоткать нужно. Это занимает, ну, правда, не очень много времени. Плюс-минус как один квест, но за это тоже дают разные плюшки. Также еще можно проходить достижения, но... Не знаю, насколько это резонно намерено проходить достижения, но... Иногда за них дают плюс-минус нормальное количество серебра, но зачастую тут можно просто временами заходить и забирать его. Так, вот и последний способ, как можно еще поформить немножко серебра. В сумме это 3000 за первый, второй, третий сектор. Возможно, за четвертый тоже есть, но сейчас он у меня закрыт. Это Платон, там, Дракон вроде и еще кто-то. В сумме дают 3000 за это, как я сказал, то есть по 1000 за босса. Думаю, это вот крыса нашумевшая для многих, потому что она довольно-таки сложная. Возможно, я в будущем запишу гайд. Тем не менее, вы сейчас можете на фоне видеть, как я на стриме бился с ней. Она или он был довольно-таки сложным боссом, а вот остальные были очень простыми. Я больше не могу вспомнить каких-то особых способов фармить валюту. Это были основные. Да, о них, конечно, думаю, большинство знают, но надеюсь, это видео кому-то было полезным. Плюс 1000. Там интересно, будет ли вообще босс? Там же типа ферст что-то там, 1000 дается, а потом, наверное, что-то меняется. Я не совсем уверен. Ой, ее, ну, я легенда, легенда. Ну, просто атаки надо заучить. Ну, ладно, беру свои слова обратно. Босс неплохой, босс неплохой. Я просто не люблю больших боссов. А так он неплох. Вот так.